Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня, как всегда, в это время обсуждаем насущные проблемы российского фондового рынка. Тема программы такая – основные события мировых фондовых рынков и их влияние на Россию. Посмотрим, что там за события и как они влияют на наши движения. Представляем моих гостей сегодня в студии Олег Ельцов, главный трейдер управления ценных бумаг РосЕвробанка. Добрый день, Олег! Добрый день! И Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций и инновационной компании «Велес Капитал». Добрый день, Василий! Добрый день, уважаемые слушатели! Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Пишите, звоните, задавайте свои вопросы, делитесь собственными наблюдениями, что же происходит сейчас на российском фондовом рынке. Практически ничего не происходит. Значит, в это время, начиная программу, я рисую картину маслом. Давайте посмотрим в целом, какова динамика основных мировых индикаторов. Индикатор. Американцы традиционно, браво, браво, закрылись вчера, да, новым историческим максимумом по S&P как минимум. Полпроцента прибавили, сделали 1660. Доул Джонс также прибавил 0,3%, NASDAQ 0,2%. Ну, традиционно, все у них хорошо. Все у них хорошо. Стоит сейчас сказать, что наши с американцами в хоккей играют четвертью. Или это немножко не в тему. Рано расстраивать. Ну, они смотрят наверняка. Кстати, там американцы тоже пока все хорошо. Так, ладно. Значит, сегодняшняя сессия ознаменована тем, что азиатская торговля разноправлена была. 0,3% потерял Nikkei и почти 1,5% прибавил Shanghai Composite. FTSE 100 сейчас торгуется в легком плюсе, 1,1% прибавляет. Ну, и наши ребята. RTS упирается. И вот в моменте сейчас в зеленую зону вышел, 1,1%, 1392. MBB сложнее, он рублевый, а рубль тоже падает. Поэтому он в отрицательной территории, 1380. Так, смотрим на сырье и на Forex. Нефть марки Brent. Ну, в принципе, стабильно можно говорить. Видите, сейчас бочка торгуется 103,30, 103 доллара, 30 центов. Ну, в общем, примерно на тех же уровнях, что и всю текущую неделю. Золото продолжило снижение, упало достаточно глубоко. 1370 долларов за унцию. Евро-доллар все-таки ушел ниже 1,29. Сейчас 1,2860. Формируется, видимо, какое-то основание, наверное. Ну, поживем, увидим. Ну, а иена продолжает, да? Штурмовать, пара доллар-иена штурмовать максимумы. 102,60 сейчас текущая котировка. И смотрим на набор голубых фишек. Все они преимущественно в красном цвете. За исключением Газпрома, который прибавляет сейчас 2%. И акции МТС. 1,1%. Вот, остальные все красенькие. ВТБ больше процента. Русгидр, лидер падения. Вообще 5% сегодня он теряет. 2% Ростелеком. НЛМК, правда, да? После событий, о которых мы сегодня тоже поговорим, наверное, да? Исключили ребят из списков. И вон что делается. Итак, вот такова картина маслом. Давайте начнем разговор. Василий, первый вопрос тебе. И, собственно, еще раз я прочту. Вот мы так более широко, да, сегодня решили. Потому что событий особых нет все-таки. Каких-то точечных. Более широко построить наш сегодняшний разговор. Основные события мировых фондовых рынков. Ну и, в конечном итоге, их влияние на Россию. Что это за события, как минимум, ближайшие? На этой неделе, на следующей неделе, в течение мая, может быть? Ну, собственно, даже не в течение мая, а скорее уже июнь. Ближайшее заседание ФРС. Достаточно интересно, что там будет. Что во многом сейчас, наверное, самое такое опасение, связанное с американским рынком, которое может повлиять уже и на всех остальных, это то, что будет некая программа экзита по поводу КУЕ. То есть программа выхода из программы количественного смягчения. Понятно, что это произойдет не сейчас, не в ближайшие месяцы, но вполне реально, что к концу года это станет очень актуально. И, соответственно, ФРС должна начать готовить почву для этого. Поэтому если... И вот на этом июньском заседании, да, уже может быть какие-то по этому поводу выступления? Ну, какие-то могут пойти сигналы по этому поводу, и это может слегка охладить оптимизм американский. То есть вот это один пункт. Второй вопрос, это, собственно, что будет с европейцами, продолжат ли они, скажем, снижать ставку, будут ли принимать какие-то еще стимулирующие меры, потому что мы видим статистика очень неутешительная по еврозоне. Уже и Германия это начинает касаться. Но, с другой стороны, то, что это касается уже и Германии, это как раз вселяет надежду на то, что они продолжат снижать ставку, продолжат... Припримут, наконец, какие-то меры стимулирования. Более решительные, да? Да, да, да. Ну и, собственно, вот эти два события, вот эти два фактора, как бы фактора, они говорят в пользу того, что падение евро очень вероятно, что будет продолжаться еще достаточно продолжительной... Падение евро, и, соответственно, если мы о валютном рынке говорим, да, в паре евро-доллар, стимулирование, ну, европейской экономики и, соответственно, возможное сворачивание, да, стимулов в Штатах, задает определенный однозначный тренд... Однозначный тренд в сторону снижения евро, повышения доллара, поэтому... А цифру какую можно назвать там сейчас, на вскидку? Вот сейчас 1,28, там чуть выше, чуть ниже, да, там... Ну, тут вопрос чисто... Я понимаю, я понимаю. Ну, где-нибудь 1,2 к концу года хорошая цель. В прошлом году, тем более, там... Вполне, ну, 1,24, мне кажется. 1,24, я понял. Хорошо, хорошо. Ну, а теперь давайте... Извини, пожалуйста, Олег, давай... Может, ты добавишь, опять, к разговору о том, что за ключевые события на мировых площадках могут, собственно, какие-то... По поводу заседаний ФРС я, безусловно, согласен. Единственное, я бы все-таки акцент немножко сместил на ставку, потому что то, что идет к УЕ, то, что оно, возможно, будет сворачиваться, это уже ни для кого не секрет, но КУЕ идет повсеместно во всем мире. То есть все экономики накачиваются деньгами, это Япония печатает сейчас огромное количество денег, Европа, Центробанки, МВФ тоже там накачивают экономику. И в США. Самый главный вопрос – это когда они начнут повышать ставки, потому что с повышением ставок, переток денег с рынка на какие-то частные вклады, я думаю, что они начнут создавать уже нисходящий тренд заблаговременно. Поэтому, ну, по поводу реакции рынков на такие события, мне кажется, что когда Америка дойдет где-нибудь до 1700 или 1750, Это по S&P. По S&P. И когда все начнут кричать, что ну все, вот теперь 2000, вот тогда, мне кажется, они начнут разворачиваться. То есть на нынешних уровнях все-таки до 2000 еще далеко, да? Просто нужно понимать, что сейчас на рынке нет ни одного прогноза вот такого смелого, что рынки будут расти дальше. Все поют песни про то, что сейчас уже все нужно искать разворот, сейчас коррекция, коррекция, они все прут и прут. Вот когда народ засомневается, когда она начнется, уже уверенность появится в завтрашнем дне, что Уоррен Баффет был прав, значит, рынки будут расти. Как говорят, да, что когда уже все на хаях будут активно покупать, да, когда приходит, так сказать, молодая кровь, вот получаем сразу же разворот. Ну, это имеет такое очень посредственное отношение к нашему рынку, к сожалению. Посредственное, да, то есть? — Прямой связи никакой нет? — Прямой связи нет, да, к сожалению. Наш рынок также стоит, интереса нет, причем развивающиеся рынки, в общем-то, растут, но не все. Почему-то интереса нет именно ГБРИКС. Я не знаю почему, какая причина, но, к сожалению, эти рынки пока обходят страну. — Василий, ты не знаешь, почему нет ГБРИКС интереса? — Нет, я боюсь, этого не знает никто. — Ну, с другой стороны, возможно, дело все-таки в масштабах экономик. То есть сдвинуть какую-нибудь Турцию, турецкий фондовый рынок, это не особая проблема. Сдвинуть китайский рынок, это уже достаточно сложно. В принципе, конечно, много опасений есть по поводу того же Китая, все еще не вполне возможно обоснованных, но тем не менее. — Опасения по поводу замедления его, да? — По поводу замедления. Далее можно сказать, что все экономики, которые завязаны на Европу, они страдают больше, то есть, соответственно, Россия... — Ну, то есть спрос европейский упал и, соответственно... — Да-да-да. То есть Россия вполне понятна, почему далеко не фаворит. Мы видим, что потенциала особого роста цены на нефть нет, потенциала роста экспорта за счет Европы тоже нет. Внутренних факторов для развития тоже нет. — Хотелось, да, тоже, ну, видимо, уже в следующей части мы поговорим о внутренних факторах. Заседание, вчерашнее, да, вчерашнее заседание Центробанка, ну, видимо, тоже никаких сюрпризов не преподнесло. За счет чего нам, собственно, надеяться на дальнейший рост? Вот это очень интересно. — Ну, за счет реструктуризации бизнеса только. Потому что у нас сейчас все завязано не на себя, а на экспорт, действительно. А нужно все-таки компании больше стимулировать на то, чтобы они на себя замыкались. То есть, чтобы внутренний рынок сначала привести в порядок и после этого уже думать о том, чтобы... Экспорт — это очень ненадежно. Потому что заказчики, они могут в любой момент отказаться, допустим, или там... — Ну, примеры такие мы, да, вот видим. — Тут, правда, есть проблема. Большая часть нашего фондового рынка — это экспортные компании, которые невозможно просто перенаправить на внутренний рынок, нефти столько, или там металлов. Ну, хотя металлов половина примерно. Поэтому тут вопрос только в том, пришло ли время покупать компании, ориентированную на внутренний спрос. Это значит, это компании маленькие, малой капитализации, может быть, средние. Похоже, что пока еще нет. — То есть, кстати, и вот подобное решение принимает, прежде всего, опять-таки, не внутренний инвестор, да, не наш с вами соотечник, а тот самый, который смотрится за бугра и не очень доверяет всему, что происходит. Да? — Олег? — Сложно сказать. — Ну, тем не менее, мы же говорим об оттоке капитала, который продолжается. Ну, сейчас вот немножко замедлился там последнюю неделю, да, но тем не менее, или именно когда приходит... — Ну, там уже отекать, в общем-то, нечего. — Да, да, да. — Потому что уже огромные суммы были выведены за последние полтора года. Так, ну ладно, хорошо. Значит, осталось у нас немножко до новостей, поэтому я проанонсирую. Мы сегодня говорим о основных событиях в мировых фоновых рынках, их влиянии на Россию. Хотя, вот, видите, Олег, в принципе, уже позицию свою озвучил. Не особо они влияют на Российскую Федерацию, но поговорим об этом более детально. Сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим разговор. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях. Олег Ельцов — главный трейдер управления ценных бумаг РосЕвробанка. И Василий Танурков — заместитель начальника управления анализа рынка акций инвестиционной компании «Велес Капитал». Мы обсуждаем основные события в мировых фоновых рынках и их влияние на Россию. В связи с этим у меня вот какой вопрос. Вопрос, касаемый... Да, вот этого я проанонсировал. Да, исключает ряд отечественных бумаг из так называемого индекса MSCI, то есть индекса развивающихся рынков. Раша, да, 31 мая. Вот у меня стоит дата. Ну, в этом списке НЛМК, Мечел, еще какие-то... Россеть. Россеть, да, совершенно верно. Ну и, я так понимаю, уже эта информация начинает отыгрываться рынком. Ну и в сети сегодня 10% падали когда-то. Вот вопрос следующий. Почему? От чего... Помнишь, песня такая, Василий, была раньше? От чего, почему и не знаю сам? Что происходит вот это вот? Нет, ну, вполне закономерное исключение, просто потому что тут же Мечел и НЛМК, они настолько сильно упали, капитализация уменьшилась. То есть они просто не подходят под стандарт, видимо, да? Акции, которые там должны присутствовать. Олег, помимо этих трех бумаг, можно ждать, что последует дальше? Последует в плане исключения? Да, да. Пока сложно сказать. Но у нас есть ряд бумаг, которые действительно могут тоже достичь барьера, достичь границы, пересечь ее, да, после этого будут исключены. Но я бы сейчас все-таки обращал внимание не на то, что может оттуда выйти, а поскольку нужно же все-таки что-то покупать. Да. Вот, поэтому надо все-таки смотреть на то, чья доля может быть увеличена. Вот, и поэтому я бы присматривался к оставшимся металлургам, потому что их там представителей очень мало, и я думаю, что если брать иностранных инвесторов, они в первую очередь будут смотреть на индекс MSCI. А там остались всего ТМК, и кто-то еще из металлургов, я уже не помню. Вот, и сегодня, кстати, с утра на этом фоне ТМК сразу на 5% выкупили. Прямо мгновенно реакция пошла. То есть некая разбалансировка там произошла, да, и в этот случае вот у вас. Да. И еще я бы обратил внимание на мои любимые акции ГМК. Потому что, несмотря на то, что они сегодня падают, несмотря на то, что они, возможно, сейчас на 4500 сходят, помимо того, что у них дивиденды прекрасные, и с этого года в 600 рублей они уже будут минимум платить. Я думаю, что после погашения казначейских акций их доля в этом индексе еще и больше станет, то есть еще и увеличится. Поэтому спрос, если начнется спрос со стороны иностранного инвестора, то я думаю, что акции ГМК будут в топ-10 минимум. А в этом случае сразу же вопрос резонный. Вот ты на фразу бросил такой, если начнется спрос со стороны иностранного инвестора. А что должно случиться, чтобы этот спрос начался? И опять, наверное, логично, может быть, да, Василий, поговорить о неких событиях на мировых фондовых рынках? Ну, то есть событии сторонних. Что должно произойти там, чтобы сюда опять пошел инвестор? Ну, что касается того же ГМК, то это действительно сторонние события, потому что, так или иначе, цены на никель – это вопрос состояния мировой экономики. По сути, очень тесно связаны черные металлурги и никель. И если мы не верим в то, что начнется восстановление на рынке стали и руды, угля, то надеяться, серьезно надеяться на восстановление на рынке никеля тоже не приходится. С другой стороны, надо сказать, что вот нынешняя цена, там уже ниже 15 тысяч рублей за тонну никель стоит, это фактически выбрасывает из бизнеса чуть ли не половину производителей. То есть цены действительно очень низкие. С этой точки зрения, ну, можно сказать, что дно должно быть где-то близко. Соответственно, с этой точки зрения для долгосрочного инвестора уже текущий уровень очень интересен. Забылка интересный. Да. Другой вопрос, что будет драйвером. И, ну, похоже, что без какого-то восстановления в Европе недостаточно пока что роста американской экономики. То есть, я извини, да, если правильно понял, экономика американская более-менее растет, но этого недостаточно для того, чтобы, да, вот... Да, да, да. Мировая... Нужно сказать, что при том, что наблюдается рост американской экономики, при всем при этом цены на сталь в США падают. То есть, в принципе, рынок профицитный по стали, по металлургической продукции. И нужен какой-то дополнительный источник спроса. Дополнительный источник спроса, Олег. Где он этот источник спроса? Ну, о Китае мы два слова сказали, да? Я так понимаю, на него особенно рассчитывать не приходится сейчас. Ну, у них там идет стагнация. Да, у них стагнация, как в экономике. Так, в общем-то, и взаимоотношения... Переориентация на внутренний спрос пока все-таки, да, не нашла еще результата. Пока нет. И достигла результата. Есть какие-то подвижки у частных компаний, да, особенно нефтяные компании, газовые компании, которые договариваются о поставках, о совместных разработках, но это на самом деле мало. Небольшой эффект оказывает как на экономику, так и на взаимоотношения со странами, с той же Россией или с Европой. Сейчас, я не знаю, если честно, где искать вот этот внешний фактор. Ну, традиционно у нас три пятна, да, основных на карте мира, экономических пятна. Это Штаты, это Китай, это Европа. О Штатах мы поговорили, Китай упомянули, но Европа тоже вряд ли может на нее надеяться сильно. Там сейчас пока рано на что-то надеяться, потому что экономика в общем еврозоны, она находится в упадке, и там тянет только Германия, по большому счету. Все остальные страны, понятное дело, что сейчас те проблемы, которые были на передовой еще какое-то количество месяцев назад, они, конечно, ушли на второй план, и даже греческие облигации, там уже доходность порядка 8%, то есть они пользуются спросом. Но сам факт, что экономика находится в упадке, и там постоянно растущая безработица, которая бьет максимумы, это, в общем, настораживает. Единственное, что спасает, это то, что они печатают большое количество денег, и вместе там и ЦБ, и МВФ спасают по очереди каждую из стран. При этом иногда достается еще и внешним игрокам, в том числе и России, как в случае с Кипром получилось. Так, хорошо, хорошо. Тогда давайте вновь посмотрим на Россию. Ну, значит, события, о которых мы поговорили, ну, я так понимаю, спекулятивно все-таки отыграно, и упали бумаги исключенные, выросли бумаги, значит, вес в индексе, который, да, там, соответственно, прибавили. Но я так думаю, что, опять-таки, это никакие не средние, не долгосрочные тренды, да, значит, на это надеяться не приходится. События вчерашнего дня, еще раз, да, мы о нем говорили уже, заседание Центрального банка Российской Федерации, ставку оставили на прежнем уровне, вот, при этом снизили ставки, там, какие-то, да, другого списка второстепенного. Вот что ждать, собственно, от экономической программы, от экономической политики? Все-таки мы говорили, да, что замедляется российская экономика, вот эта вот борьба с инфляцией и высокие ставки, ну, в конечном итоге, видимо, привели, да, к тому, что мы видим падение ВВП, и как с этим бороться? Вот сейчас это вопрос номер один. Я думаю, что не зря на Биулину поставили, поэтому ставки в течение полугода будут снижены, основные уже. И причем не факт, что только на 25 боесных пунктов, возможно, и на 50, потому что, действительно, наша экономика тоже сейчас демонстрирует спад, вот, и есть даже... Ее тоже стимулировать надо? Да, есть какие-то прогнозы даже, что до конца года мы и так и не сможем вырасти, то есть не покажем положительного результата. Но учитывая то, что у нас и рынок весь падает, и показатели бизнеса падают, самое главное, вот сейчас у нас первые отчетности пошли за первый квартал, тоже там цифры очень печальные. Кто-то... Если кто-то демонстрирует убыток, и если взять вторую половину, которая демонстрирует прибыль, то прибыль там в 8-9 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть такая номинальная прибыль, да? То есть она, да, она... Снижается она, да. Большими темпами, чем растет. Василий, вот говоря об экономической политике, политике Центробанка, ты, собственно, какие прогнозы? Ну, собственно, понятно, что до тех пор, пока Набивлены не вступят в должность, маловероятно, что какие-то будут изменения. Вот. Но вот буквально на днях прошли новости о том, что Сбербанк снижает ставки по депозитам. Обычно это говорит о том, что идет подготовка к снижению ставок. На опережение, да? Да, то есть это как раз говорит о том, что ставки будут снижаться. Очень много было разговоров о том, что процентная маржа наших банков очень велика. Вот, в принципе, ничего не было бы удивительного, если бы где-нибудь там через некоторое время после вступления в должность Набиулины, например, правительство могло бы законодательно или там в каком-то силовом порядке ограничить маржу, по крайней мере для госбанков. Это могло бы... А есть такие, да, полномочия у правительства? Собственно, это госбанки. Это госсобственность. Почему, собственно, нет? Имеют право. То есть, да, для частных банков нет таких возможностей. Но почему для Сбербанка и ВТБ это будет достаточно для того, чтобы сдвинуть рынок достаточно серьезно. Если ставки по кредитам на 3%, скажем, на 3% пункта упадут, это уже будет иметь очень существенный эффект. Естественно, да, все частники будут подтягиваться за монстрами, потому что... Да, да, да. Ну, естественно, это будет очень негативно для акций Сбербанка или ВТБ. Но это будет позитивно, да? Это будет позитивно для экономики в целом. Еще одна потенциальная мера – это вполне реально некое ослабление рубля к концу года. То есть, как вариант стимулирования экспорта, импортозамещения. Тем более, что цены на нефть снизились, в общем-то, с прошлогодних уровней. Да, да. Поэтому вполне реально, что рубль будет стоить дешевле. Чем сейчас, как минимум. Чем сейчас, как минимум. И это, опять же, негативно для банков. Но позитивно для экспортеров. Что касается... Вот на фоне подобных ожиданий, что действительно интересно покупать, возможно, стоит обратить внимание уже на девелоперов. Потому что, ну, как одна из достаточно серьезных мер по стимулированию экономики может быть снижение ставок по ипотеке. Это может повлиять на спрос. Кстати, вот опять, если говорить о снижении ставок по ипотеке, мы слышали из уст правящих, так сказать, официальных лиц, что это необходимо. Ну, мы на самом деле слышим это уже не первый год. Совершенно верно. Но рано или поздно это нужно сделать. Опять, это волевое решение какое-то? Или это вот в рамках той политики, да, экономической политики, о которой ты сейчас озвучивал? Логично будет, допустим, да, если мы... Ну, во-первых, в рамках этой политики практически в любом случае произойдет снижение ставок. Если еще будет дополнительное волевое решение, например, субсидировать какую-то часть ставок по ипотеке, то тем более это будет очень позитивно для девелоперов, для рынка недвижимости. Можно говорить, что вот сейчас, если мы, так сказать, обсуждаем экономический рост, проблемы российского экономического роста, можно ли говорить, что одна из них это недостаточный спрос, внутренний спрос? Да, да, можно говорить о недостаточном спросе. То есть в этом случае вот этот недостаток может быть немножко нивелирован, да, он будет компенсироваться низкими ставками, большими возможностями населения, правильно? У нас есть спрос в основном в нескольких крупных городах, так если по большому счету. И если взять какие-нибудь менее крупные города типа Владивостока, там спрос... Ну, кстати, он не такой и менее крупный. Вот, в том-то и дело. Ладно. Значит, я, извините, вас прерву. Мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом вот эту тему продолжим. Это очень интересно. Все-таки на нашей экономике. Итак, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня в гостях у меня Олег Ельцов, главный трейдер управления ценных бумаг РосЕвробанка, и Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций инвестиционной компании «Велес Капитал». Мы обсуждаем события мировых фондовых рынков, мировой экономики, ну и события российской экономики и российского рынка. В частности, прервались как раз на этом. Сейчас продолжим разговор. Я, на всякий случай, уважаемые слушатели, напомню для вас. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Собственно, если вы сегодня с нами, то поделитесь своими мыслями по поводу того, как же российской экономике выйти из этого достаточно уже затяжного, наверное, да, снижения, падения, рецессии, как это еще можно назвать, умно и не очень. Итак, мы закончили предыдущий разговор на том, что недостаток не спроса в какой-то степени тоже наверняка вот это минус, да, нынешнего экономической ситуации. И вот Олег радостно начал рассказывать о том, что, оказывается, да, за пределами Москвы и, ну, Санкт-Петербург тоже в этом списке, да? Да. За пределами этих двух городов, оказывается, есть жизнь. Да, и есть такие города, как Нижний Новгород или Владивосток, в котором, в общем-то, мало людей, в которых огромное количество денег идет именно на инфраструктурные проекты. То есть как и нужно, да, как и нужно. И, в общем-то, там для бизнеса все условия созданы. Во-первых, есть поддержка, во-вторых, есть границы стратегические. Если брать Владивосток, то там границы, извините, Китай недалеко и, с другой стороны, Америка. Это очень удобное сообщение. Мне кажется, что как раз вот в такие города нужно переносить тоже бизнес, потому что бизнес в двух городах на такой огромной территории, это, в общем-то... Да, да. Это неправильно. Это неправильно, как минимум. Это корявенько. Ну, я думаю, что процесс, в общем-то, запущен. Самое главное, что государство поддерживает эти проекты, потому что... Я, извини, пожалуйста, немножко попытаюсь, да, подкузмить тебя. Процесс запущен, слово запущен, оно так двояко всегда читается, да? В каком смысле ты его сейчас употребил? В зависимости от времени, там, месяц так, месяц так. Я понял. И тем не менее, Василий, вот проблема внутреннего спроса, да, стимулировать внутренний спрос для того, чтобы каким-то образом, так сказать, еще более поддержать российскую экономику, вот она как решается? Ну, собственно, в первую очередь, понятно, это дополнительная ликвидность, снижение ставок, стимулирование кредитной активности. Тут основная угроза все-таки со стороны инфляции, и, вероятно, эта угроза создается самим же государством, потому что, когда темпы роста тарифов на электроэнергию 10 и выше процентов, когда темпы роста тарифов на газ 15 процентов, надеяться на то, что можно подавить инфляцию какими-то монетарными мерами при этом, не приходится никак. Надо сказать, что буквально в конце апреля поступили предложения от Министерства экономического развития по снижению темпов роста тарифов и на электроэнергию, и на газ. То есть, если раньше предполагалось примерно 15 процентов... Ну, подожди, снижение темпа роста, снижение темпа роста, это звучит как-то немножко странновато. То есть, я так понимаю, МЭР предлагает какие-то конкретные решения, чтобы ограничить, да, в пределы какие-то поставить. Нужно понимать, что эти самые темпы роста и эти самые тарифы, они абсолютно нерыночные. И, собственно говоря, что государство скажет, такой в точности и будет этот темп роста. То есть, это не вопрос ограничить, а именно установить тариф. И, соответственно, предложения были вместо 15 процентов на 2014-2015 год по газу 5 процентов, вместо 10 процентов по электроэнергии 6 процентов на те же два года. В таких условиях можно достаточно спокойно запускать какие-то меры уже монетарного стимулирования. Знаешь, что инфляция в данном случае, она как минимум... Достаточно серьезно будет сдержанно. Если это произойдет. Тут тоже можно дать целый ряд рекомендаций. Ну, во-первых, ни в коем случае не покупать Газпром. Да, я думаю, ему не постаровится. Да. Ну, собственно, можно посчитать, что там к концу 15-го года получается, что прибыль процентов на 20 падает по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы сохранялся тот темп роста тарифа, который был заложен ранее. Ни в коем случае не покупать Росгидро. Надо сказать, что для электроэнергетиков разнонаправлено влияние вот этого возможного закона, возможного решения. Есть и плюсы, есть и минусы, да? Есть компании, которые выигрывают, и есть компании, которые проигрывают. Выигрывают те, у кого газовая генерация. Потому что в результате получится, что у газовой генерации темпы роста цен на продукцию будут выше, чем темпы роста цен на сырье. Раньше предполагалось, что они будут ниже. 10,15% на газ при этом. Теперь 6,5%. Но при этом компании, которые генерируют не на газе, то есть тот же Росгидро, какой-нибудь ОГК-5, который на угле, они теряют в темпах роста выручки и ничего не выигрывают в темпах роста себестоимости. Соответственно, для них это крайне негативно. Ну и, соответственно, можно обратить внимание на прочие промышленные компании, которые используют газ. Ну, например, Акрон или Фосакро, у которых производители азотных удобрений, они, ну, либо как Фосакро сложных удобрений, у них достаточно приличная часть себестоимости. Это затраты на газ, соответственно, может быть интересно в этой ситуации именно и в бумаге. Я понял, здорово, здорово, здорово. Значит, я, извини, пожалуйста, да, Олег, я просто хотел проанонсировать, ты собираешься в отпуск, да, и, наверное, к этому подготавливаешься, ну, раз продавая, там, каким-то образом портфель, выходишь в кэш. С этим связано, да, малое количество бумаг в твоем портфеле, или все-таки текущая ситуация на рынке? В основном все-таки с сезонным фактором, да, потому что... То есть знаменитый продавай в мае и, так сказать, иди, иди, иди. Очень тяжело после четырех лет... Активной торговли, да? ...одинаково, абсолютно, мая поступить иначе, потому что... Ну, с другой стороны, мы успели уже отпадать заблаговременно. То есть мы начали... Ну, подожди. ...раньше, чем обычно. Да, нет, если говорить вот начало, да, первую неделю, там, первые две недели, межвремени, мы же подросли немножечко, а потом вот видим то, что видим сейчас, нет? Ну, сейчас просто, опять же, не хватает ликвидности. Ликвидность на очень низком уровне, и вроде как появляются какие-то первые признаки роста, появляется какой-то спрос, потом догоняют технические сигналы, соответственно, получаются все сигналы, а дальше сил нету, потому что все, кто хотели, уже закупился, и не на чем расти, потому что ликвидности по-прежнему нету. И вот что сейчас получается. Если ставки снизят, то, в общем-то, акции Сбербанка лучше не покупать. Если тарифы все-таки они будут сдерживать, то ни в коем случае, да, Росгидрогастром не покупать, никель стоит на месте, ни в коем случае ГМК... Чтобы не произошло, да? А, да, надо сказать, если при этом повысят, как планируется, НДПИ на нефть, то ни в коем случае не покупать нефтяку. Вот, вот, вот об этом вылечу, да. Чтобы не произошло, не трогайте. Идет стимуляция экономики, а рынок должен, по идее, рушиться. Но я думаю, что все-таки можно. Я сейчас предпочитаю какие-то нестандартные, непопулярные рыночные идеи. То есть такие акции, как, например, Трансконтейнер, да. То есть про нее мало... Он где, он в каком эшелоне находится? Я думаю, что это... Ну, Трансконтейнер — это третий эшелон, скорее всего, да. То есть ликвидности там, ну, совсем нету. Но, тем не менее, компания демонстрирует с фундаментальной точки зрения хорошие результаты. У них постоянно растет прибыль. Вот. Если брать такие более популярные эшелоны, то чуть повыше Нижнекамск, Нефтехим, которые, в общем-то, это абсолютно не рыночная бумага. Они вот на своем восходящем тренде стоят, и они там еще долго будут находиться. Потому что они на рыночные вот эти спады практически не реагируют. Они после отсечки немножко падают. Вот. Ну, они делают там, заделывают в 20-22 процента, и можно смело брать, потому что дивидендная доходность у них тоже сумасшедшая. Ну, в любом случае, да, если мы говорим все-таки о акциях, отличных от голубых фишек, то это все-таки средние и долгосрочные какие-то, да, мысли. Это не спекуляции такие. Ну, видите, как получается. Голубые фишки сейчас именно покупать на какой-то среднесрочный период очень тяжело, потому что там идет болтанка, да. Ну, и потом вы спрогнозировали, извините, да, или предположили, что у них еще есть возможность хорошенько отпадать и дальше, да. Да, потому что для спекулянта, конечно, это рай, я согласен. То есть там до верхней границы дошел, продал, нижний купил. Да, и, в общем-то, шансов заработать больше на таком рынке, если покупать, продавать в узком диапазоне. Но если говорить именно об инвестировании, то, конечно, на таком рынке инвестировать очень тяжело. Я понял, я понял. Хорошо, значит, тогда давайте мы вернемся к разговору о Центральном банке и поговорим немножко о динамике курса рубля. Да, Василий, собственно, два слова об этом уже сказал, потому что в ожидании снижения процентной ста, ну и вот всего того, да, о чем мы уже с вами сейчас поговорили. Естественно, вполне логично, чтобы курс рубля мы увидели гораздо ниже к доллару, да, как минимум, чем сейчас. Я смотрю на график, он торгует сейчас по 31.40 и находится в середине практически некого такого краткосрочного диапазона 31.80-31.20. Ну вот такая вот картинка, и, собственно, она достаточно стабильна, что называется. Ну и опять, если будут предприниматься шаги, о которых мы обсуждаем, вот что будет с этим парнем под названием рубль. Олег. Моя позиция за то, чтобы рубль снижался. Да, это и для экономики, в общем-то, будет хорошо, и для оппозиции будет неплохо. И для кого? Для позиции. А, я думал, для оппозиции. Да нет, но пока, если речь идет о снижении ставок, то, конечно, рубль... Это логично. Да, это логично. В любом случае будет снижаться. Еще одна преференция для российской экономики. Единственное, что против доллара его сдерживает, то, что американский рынок растет на том, что доллару по-прежнему очень много печатают. Вот, если, опять же, вот, чем для нас очень важно заседание ФРС, если будет намек на завершение КУЕ, то доллар против рубля все-таки пробьет эту верхнюю границу и пойдет... То есть доллар укрепляться будет в принципе, да? Да. Потому что все будут туда, естественно, выходить из того, чего понакупали на этой самой программе. В условиях повсеместного КУЕ доллар, если они первые начнут выходить, или хотя бы там намеки давать, то доллар опять станет к эритрейд. Я понял. Ну, и цифру, если можно, хотя это, может, не обязательно. Нет, в течение года, я думаю, что 33-33,5 мы можем. Ну, в принципе, это не так, на самом деле, уж и сильно, наверное, да? Если считать 31,50 сейчас, то 33-1,5 рубля это не... А мы знаем, как он растет обычно. Да, да. Если он растет, то по экспоненту. Ну, в смысле, падает, да? Ну, да, да. Пара доллар-рубль падает, да? Совершенно верно. Совершенно верно. Так, хорошо. Значит, два слова меня очень интерес... Да, очень меня интересуют события в Японии. Ну, даже не потому, что я собираюсь переезжать туда жить, или там какие-то у меня там деловые партнеры. Просто очень любопытно вот эта вот, ну, я не знаю, ментальность некая, наверное, да, такая азиатская, как они приняли решение, совсем недавно причем, да, изменить экономическую политику, и каким образом они это решение воплощают в жизнь. То, что и доллар-иена, да, видите, как себя ведет, и Никей тоже, значит, растет, растет, растет ежедневно практически. Ну, и вот мнение ваше по этому поводу, и, соответственно, насколько реально, что в конечном итоге японцы добьются того, о чем они говорили в начале этого, то есть... Двух процентов инфляции. Двух процентов инфляции, совершенно верно, экономического роста и так далее, там подобное. Василий, как ты считаешь? Ну, в какой-то момент, просто хотя бы потому, что японская экономика очень сильно экспортоориентирована, рост будет просто за счет падения иен. Ну, то есть по инерции, да, если можно так сказать? По инерции. Да. Что касается, добьются ли они инфляции, и одна из проблем японских, это то, что не хватает внутреннего спроса и то, что экономика очень закрыта при всем при этом. То есть... Смотри, извини, пожалуйста, не хватает внутреннего спроса, но изначально мы знаем прекрасно, да, как экономика, она в прошлом столетии еще, да, как формировалась, она была изначально ориентирована на спрос внешний. Она изначально ориентирована на внешний спрос, и японцы очень мало предпринимали шагов для того, чтобы возник внутренний спрос. Более того, японская экономика, наверное, самая защищенная с точки зрения условий внешней торговли, потому что, ну вот, просто анекдотический пример, это уровень пошлин на рис порядка 700%. Василий, извините, я перебью, мы сейчас новости послушаем, потом анекдотический пример расскажешь, это всегда интересно. Итак, друзья, последняя часть, давайте мы будем подытоживать несколько наших разговоров, хотя нет, Василий, я тебя прервал перед новостями, вот мы обсуждаем ситуацию в Японии, японское экономическое чудо, да, случится ли чудо в очередной раз, и ты рассказывал интересную анекдотическую какую-то историю. Я рассказывал о том, насколько интересно устроена японская экономика, где, возможно, импортная пошлина в 700% на рис, который практически там не выращивается, просто потому что японцы защищают своих национальных производителей, хотя всем очевидно, что это абсолютно не, ну, экономически неэффективно выращивать рис в Японии. И таких... Я так понимаю, мало кто это делает, да? Да, да, это очень маленькая доля спроса удовлетворяется за счет внутреннего производства, но на импортный рис в 700%. И такого рода примеры именно по защите внутреннего производителя, там их масса. То есть вся та часть экономики, которая не работает на экспорт, которая не производит электронику или автомобили, она вся очень серьезно защищена. Понятно, что это влияет на структуру экономики. Понятно, что из-за этого вот эта часть экономики очень неэффективна. Верить в то, что просто стимулами монетарными можно что-то изменить... Я бы даже сказал приказом, да, потому что очень похоже, что вот там ребята сказали там «Смирно всем двигаться вот в этом направлении». И все пошли. В результате вот подобные меры стимулирования, они ориентированы исключительно на то, чтобы стимулировать традиционные экспортные отрасли. Но экспортные отрасли, ну невозможно производить еще больше электроники, чем производит Япония. Невозможно производить больше автомобилей. Тойота и так, ну сейчас уже второй, но тем не менее, производитель. А внутренние отрасли, внутреннего спроса, они при такой защите, они просто не развиваются. Плюс есть еще один эффект, связанный со старением населения. Возможно, что вот за счет этого, за счет того, что все больше населения, большая часть выходит на пенсию и начинает тратить накопление, вот это будет в какой-то степени стимулировать внутренний спрос. То есть это попадет, да? Да, но с другой стороны, верить в то, что страна, в которой очень значительно вырастет доля пенсионеров, что она может демонстрировать высокие темпы роста, тоже не приходится. Ну конечно, за счет пенсионеров в данном случае, да, на это рассчитывать странновато как минимум. Как ты смотришь на перспективы японской экономики, Олег? По японской экономике я, конечно, вряд ли сейчас дам какой-то вразумительный комментарий, но я стараюсь разбираться в Японии с точки зрения рынка. То есть то, что интересует непосредственно меня, потому что японская экономика — это темный лес. А что касается рынка, у них там сейчас, по идее, запустился процесс схлопывания облигационного пузыря. Там сейчас есть только первые какие-то плоды за счет этого КУЕ. Я так понимаю, что это связано тоже с борьбой с дефляцией, чтобы вывести все-таки инфляцию на солевой уровень. И если облигационный пузырь все-таки лопнет в том масштабе, в котором мы предполагаем, я думаю, что они до этой инфляции дойдут. Потому что все эти деньги, они, в общем-то, потекут на рынок акций. Они будут стимулировать спрос. То есть деньги, поступающие на рынок, они будут стимулировать. И деньги, которые печатаются, также будут стимулировать. И спрос будет автоматически сам себя поддерживать. Поэтому, мне кажется, то, что сейчас происходит в Японии, в общем-то, для их рынка это очень позитивно. Потому что если они там за долгое время, наконец-то, выйдут на солевые уровни, и у них экономика, в общем-то, до сих пор на втором месте, вторая позиция в мире. И если они еще выйдут на солевые уровни инфляции, то я думаю, что их рынок, ну, если не первый, то вторым будет сейчас в мире. И интерес со стороны всего мира к нему появится. Ну, а если говорить непосредственно о цифрах, вот доллар-иена сейчас, я как и говорил уже, да, стурмуют максимумы, там, пятилетней давности, 102,5 торгуется. Ну, я помню времена активной торговли, когда доллар-иена и 130 стоил, и там чуть выше, 135. Это было там в начале этого тысячелетия. Какие приблизительно, нет, нет, ориентиры, Василий? Куда может это дело вывести? Я видел заявления управляющих хедж-фондами американских, которые ждут 200. 200? Да. Нормально. Смело. Не знаю. Ну, это, может, тоже они так пошутить решили, да? Похоже, что нет, поскольку делают ставку деньгами на это. Я понял, я понял. Хорошо, значит, тогда вот еще у меня какой вопрос, значит, мы говорили с вами о перспективах отечественной валюты, если можно, два слова, там, три слова, осталось у нас немножко времени, поговорить о перспективах рынка Форекс, рынка валютного, да? Ну, о евро-долларе мы два слова сказали, о доллар-иене мы поговорили. Вот меня очень интересует, на ваш взгляд, по крайней мере, как будет выглядеть британский фунт стерлингов и австралийский доллар. Значит, я, ну, как бы превью такое себе позволю. Смотрите, значит, мы наблюдаем последнее время агрессивное падение австралийского доллара. Он уже ниже паритета торгуется. Вот, несколько дней практически. Ну, мне кажется, это тоже позиция известна. Считают его достаточно аргументирован, наверное, неким таким мерилом риска, да, мерилом интереса инвесторов к риску. Ну, и, соответственно, учитывая, что австралийский доллар валюта сырьевая, то в конечном итоге, да, он непосредственно связан с тем, насколько спрос на сырье, на металлы, прежде всего, наверное, да, вот, на мировых площадках, на мировых площадках присутствует. Ну, и вот текущая картинка. Как ее можно прокомментировать, Василий? Ну, что касается австралийского доллара, достаточно закономерно после того падения сырья, которое произошло в апреле, после вступления в силу закона Додда-Франка, очередного пункта. Ну, видимо, австралийский доллар просто догоняет это падение. Плюс, опять же, австралийский доллар, спрос китайской экономики на сырье. Вот, да, совершенно верно. То есть, непосредственно, да, насколько я понимаю, Китай главный? Да, на данный момент очень-очень тесно связана австралийская экономика, именно экспортная часть сырьевая с Китаем. И поэтому, если мы видим отсутствие интереса к китайскому рынку инвесторов, вполне закономерно, что и австралийский доллар падает просто потому, что никто особо не верит на расспросы со стороны Китая. Я понял. Так что... Добавишь что-то по австралийскому? Ну, могу добавить только про спекулятивную составляющую, что сейчас из всех развитых уже рынков выбрали все-таки один, это рынок Соединенных Штатов, и поэтому основная масса денег идет туда. Вот, а все остальные развитые рынки, так же, как, в общем-то, и развивающиеся, они в некой раскорреляции находятся, потому что туда, ну, стараются все-таки переводить деньги в Америку. Но это только спекулятивная составляющая. Я понял. То есть, собственно, и еще этим, да, можно объяснить вот эту динамику. Ну, и я, опять-таки, прошу прощения, собственно, вопрос этот я не готовил, для вас может быть он сюрпризом, но то, что происходит с британским фунтами, ну, и вообще, что происходит в Великобритании сейчас? А что происходит в Великобритании сейчас? Ведь там тоже наверняка те же самые проблемы, да, я имею в виду экономические проблемы, и программа коллегии смягчения работает там каким-то образом. Вот перспективы британского фунта, Василий. Ну, перспективы примерно те же, что у евро, просто потому что замедление европейское ровно так же касается и Британии, как касается, например, России. Другое дело, что британцы могут проводить независимую политику, в том числе более активно. Независимые в связи с тем, что они все-таки, да, номинально не входят в этот самый евросоюз. Да, именно, что в еврозону входят, они имеют возможность, например, быстрее обесценить фунт, чем будет это происходить с евро. Но если говорить о динамике фунт-доллар, то она будет... Похожа. Да, похоже на динамику евро-доллара. И опять-таки, да, если мы уже упоминали это, если мы ждем ближайшее, ближайшее, ну, до конца года, или там ближайшее какое-то снижение евро по отношению к доллару, там в районе 20, то, соответственно, вполне возможно, что и фунт продолжит падение. Просто правильно Василий сказал, что падение будет немножко более медленное, чем у европейской валюты. Просто потому, что у них есть независимые механизмы, за счет которых они могут ее поддерживать. Я понял. Хорошо. Так, значит, и последнее, последнее, наверное, да, потому что времени не так много, к сожалению. Последнее, о чем мы сможем с вами сегодня поговорить, это о перспективах индексов, российских индексов. Ну, если так взять, все-таки не о конкретных бумагах мы говорим, а непосредственно об индикаторах российского фондового рынка, которые, еще раз я напомню, сегодня показывают, ну, наверное, можно говорить оба, отрицательную динамику, все-таки, да, и РТС. Сейчас опять вот в минус вышел, да, 1390, МВВ 1385. Вот. Ты как трейдер непосредственно, как видишь эту историю. Я стараюсь мыслить, конечно, позитивно, но, честно скажу, что на такой картине, которую я вижу сейчас, 1200 по МВВ, это, в общем-то, ближайшая остановка, это абсолютно реально. Потому что американцы, ну, они уже 1650 пробили, хотя даже в Америке крупные аналитические агентства, они предсказывали там 1608, 1612. Максимум, надо. Еще 25, по-моему, где-то я видел, да, да, да. Вот, а сейчас они уже давным-давно прошли эту отметку, и они растут, они каждый день, причем нет агрессивного роста экспоненциального, который бывает, когда просто приступы эйфории, да, когда там по несколько процентов в день они летят. Они очень аккуратно проторговывают каждый уровень, растут там от 2 до 5 десятых ежедневно. В общем, рост получается достаточно качественным, хоть и по большей части надуманным, потому что это, ну, это уже начинается с пузыря. Потому что вот когда S&P был в районе 1450, этот уровень вполне соответствовал тому объему денег, который у них есть. Сейчас это уже начинается надувание пузыря, потому что, конечно, экономическая ситуация и показатели компании, бизнеса американского, они не соответствуют этому уровню, да. Василий, по поводу отечественных индексов, все-таки потенциал есть вниз? 1200, это все-таки очень глубоко. Пессимистично, мне кажется. Честно говоря, вот идея о том, что падение в мае и в целом мае, мне кажется, что значительная часть этого падения произошла уже в апреле, просто на вот этом резком провале сырьевых рынков. И плюс мы видим, что после отсечек нет традиционного падения в этом году. Практически, там, Роснефть вообще полностью выкупили после отсечек. Газпром упал, теперь растет. Ну, тоже нельзя сказать, что как-то однозначно начал падать. То есть все это было уже в апреле? Уже в значительной степени отыграно. Уровни очень дешевые. Если говорить о, не знаю, соотношении, скажем, РТС и цен на нефть, то цены на нефть вряд ли будут падать дальше. И 100 – это очень устойчивый уровень, поэтому... Василий, спасибо огромное. Времени у нас не остается. Я вас благодарю за участие. Олег Ельцов и Василий Танурков в студии «Сухого остатка». Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Успехов на рынке и всего хорошего. Продолжение следует...